И знаете, я очень рад, что мы находимся в этом месте и уже это второе собрание. Я верю, что мы все сможем устроить так, чтобы нам было не только комфортно, приятно, но и чтобы мы имели хорошие взаимоотношения, чтобы что-то менялось. Я на сегодняшний день хотел бы с вами пообщаться. Знаете, на протяжении многого времени я спрашивал Всевышнего Господа, как мне задать вопрос всем нам и вам, и людям, и их не обидеть. Вот у меня такое состояние было, как задать вопрос людям, чтобы их не обидеть. Вопрос, который смог бы их зацепить, но не обидеть. Вот знаете, я встречаюсь с людьми, которые, что бы ни сказал, сразу как ежик, выпустил свои иголки и все. Вот что ни скажешь, сразу есть реакция. Я очень молился о том, чтобы то, что хочу сказать, о том, что хотел бы говорить с вами, оно смогло бы задать вопрос, чтобы получить хотя бы, знаете, желание людей не просто жить, изменить свою жизнь и служить. На протяжении времени я знал, как, не знал, как это сделать. Я знал, что от меня Бог хочет, чтобы я задавал вопросы, тяжелые вопросы, спрашивал всех нас, но каким-то образом меня все-таки смущало задавать вопрос. За это время, которое мы переезда, и особенно вот, когда мы переезжали, и за это время, которое случилось, вот эта неделя, в это время Господь начал со мной говорить, вот пришло время, в новом месте сможешь говорить. И хочу сразу в первую очередь сказать всем тем, кто остался неравнодушный к нашему собранию, тех, кто не остался равнодушным к переезду. Знаете, видя столько множества людей, которые пришли помогать, убирать, ремонтировать, мыть, все делать, даже в воскресенье, я сказал, есть люди, которым не все равно, что происходит в этой общине, в Божьем доме. Я хочу сказать еще раз вам большое-большое спасибо. Всем, кто убирали и убирают этот зал, всем, кто приходит и достраивает, и работают над всем тем, чтобы у нас было все в норме. Я бы хотел говорить сегодня с каждым из нас о цели, о цели в нашей жизни, о том, как мы видим нашу жизнь, правда? Вот у каждого человека есть какие-то грезы, какие-то мечты. И кто из нас, кто из нас имеет конкретное видение для своей жизни? Кто из вас имеет конкретное видение или понимание цели вашей жизни? Не так много. Есть, да? А кто видением это может объяснить? Вот понимаете, кто может объяснить из вас это видение для вашей цели? Знаете, в этом парадоксе, что мы фактически знаем или что мы имеем внутри себя цели, но объяснить, выразить, вербально выразить цель своей жизни, мы с этим имеем большую проблему. Мы понимаем, что мы хотим, но не можем объяснить, чем занята эта цель, к чему мы идем. Многие из нас ожидают, что задача пастора, служителя разъяснить и потолкнуть нас к уже интуитивно знаемым целям. И нормально. Потому что чаще всего, когда мы не можем объяснить цель нашей жизни, мы обращаемся к служителям, к пасторам, чтобы они немножко подтолкнули, немножко объяснили то, чтобы им подсознательно мы уже знаем, к чему мы идем. Это нормально. И все же для любой общины важно иметь видение, цель, куда и зачем мы идем. Для любого общества, для любого бизнеса, для любой организации важно знать цели, знать видение, куда мы идем. Это не только наше кооперативное совместное видение, но оно также должно быть индивидуальным. Кооперативно мы имеем, но индивидуально мы тоже должны иметь цели. Внутренние позиции прихожан общины и членов общины должно совпадать не только с тем, что мы провозглашаем, а и внутренней позиции, соглашаться с тем, куда и зачем мы идем. Свежее, равномерное, сбалансированное видение хотят все. Каждый хочет знать, куда мы идем. Спрашивать. Знаете, такое видение, которое было бы ясное, и с которым легко было бы достигать людей. Очень просто. Один, два, три. Зибаба говорил. ABC. Очень просто. Как просто? Как ABC. Один, два, три. По-русски. И понятно, что для каждого человека, и особенно для общины, необходимо любое видение и цели обновлять. Петр говорит. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем. Хотя бы то и знаете, и утверждены настоящие истины. Но не забуду. То есть я хочу еще раз вам напомнить. Знаете, я хочу уже в нашем втором собрании что-то обновить, что-то рассказать, что-то спросить, задать какой-то тон для следующего, может быть, для следующей цели, для следующих высот, куда мы будем идти. Вот это хотел бы сделать. Знаете, в далеком, я уже говорю далеком, в 2011 году, после второго сердечного инфаркта, со мной прожила история, которая стала причиной моих многолетних размышлений, из которых хочу сегодня с вами поделиться. Знаете, вот я понимаю, что я не мог ее раньше сказать и что-то сделать так, а вот хотел бы вот на этой неделе конкретно это сделать. Даже у нас гости приехали с Америки и как-то с таким намеком, как бы у вас побывать, у вас в общине проповедовать. Я сказал, это служение мое. Я хочу говорить с людьми. Хочу говорить с вами. Проведя ночь в реанимации, рано утром, еще до приезда Татьяны, меня приготовили к короноскопии. Если кто-то знает, что такое короноскопия. Это работа через артерии или же вены, протянуть маленькую такую проволочку или как-то еще, посмотреть ваши сосуды, как зонт называется, ну не зонтик, а зонт, посмотреть ваши вены, особенно сосудистую систему. И в то же время, впоследствии сделать, стентировать сосуды в моего сердца. То есть поставить стенд. Это такая пружинка, которая расширит мои сосуды. Министерства, которая сопровождала мою процедуру, была Татьяна Губарева. Танечка, ты здесь? Она сидит там. Я не вижу. А вон она, махает рукой. Она подошла ко мне, узнала меня и говорит, пастор, не волнуйтесь, от этого еще никто не умирал. Я говорю, Таня, спасибо. Она говорит, но я за вас молюсь. Она проводила меня через эту процедуру. Она положила меня на эту каталку, там еще и все подобное. Знаете, после такой медицинской манипуляции сосудами моего сердца, которое помогло мне, я еще несколько дней пытался очухаться с кошмарами, в ночи, что со мной произошло. Она забегала иногда так и говорила, как дела, как дела, все нормально, все хорошо. А потом приходил врач, который делал эту процедуру и говорил, ну как вы, все ли хорошо? И знаете, в один день он говорит, а скажите, а чем вы занимаетесь? Ну, как бы, знаете, не хочется пугать людей сразу там, знаете. Но понимал, что у меня нет выхода другого, а я говорю, ну я раввин мессианской общины. По-русски это христианский пастор. Он говорит, а не похож. Он говорит, я тут спорил, что вы не можете быть пастором, служителем. Знаете, а я говорю, а на кого похож? Он говорит, ну на байкера такого, мужика такого, знаете, или там какого-то тракиста, знаете, такого, знаете, машиниста. Я понял, что что-то случилось уже, знаете, такое. Я не знал, что Татьяна Губарева уже в это время рассказала им, кого они оперировали. Она говорит, вы не знаете, кто это? Они говорят, а кто? Важный человек. Он говорит, это важный человек. Это пастор. Да нет. Это раввин община. Такого не может быть. Она им в интернет раз. Они просмотрели множество моих проповедей и изменили свое мнение, конечно же. Я, конечно, приглашал этого человека к нам в общину. И в принципе не проповедь привлекает людей к Богу. К Божьей атмосфере не проповедь сама привлекает. Вы можете смотреть в интернете, вы можете прочитывать книги. Я хочу вам сказать, что атмосфера Божьего присутствия в общине, она открывает возможность человеку пережить Бога. Открытость и общительность людей делает общину местом исцеления и принятия Его благодати. Вы можете тысячу просмотреть разных учений, хороших, может быть, служений, но Бог на земле оставил общину и врата ада не одолеют ее. а нас здесь как утверждение истины, чтобы мы, как люди, могли не только общаться, пережить Бога и передать эту атмосферу для людей, которые бы знали, как изменить свою жизнь. В этом зале есть множество людей, которые приходили ко мне после прославления, поклонения, говорили до вашей проповеди, но только вы начали говорить, мы пережили встречу с Богом. Мы пережили нечто в жизни, что изменило нас во время пославления, во время общения. Мы встретили людей, и этот момент такой, когда мы даже приходили в общину, мы уже видели, я могу говорить точно, Елена Ивановна, которая проходила на улице, просто проводила собачку, услышала пение, хвалебное пение, открыто, у нас было там жарко, и мы открыли окна, и она слышит еврейскую песню, и ей что-то такое аж внутри начало происходить, и она пошла, и когда она зашла в это здание, в эту атмосферу, она говорит, я никуда больше не пойду, такие люди, как Кузьма Иванович, Дора Моисеевна, я уже сказал, Елена Ивановна, Виктор Николаевич, я помню, как Наташа Миросиченко пришла после того, как, знаете, на собрание, мы простую песню пели там, смотрю на женщина вся в слезах, стоит, поднимает руки, ее сын был с нашими детьми знаком, и после этого она говорит, вот та атмосфера Божьего присутствия изменила мое отношение и желание мое жить по-другому, жить с Богом, быть ближе. Мой доктор в больнице, знаешь, кто я уже и что я? он начал спрашивать вопросы, что это за община, сколько мне людей, что мы делаем, чем мы отличаемся от других, знаете, вопросы, конечно, нас всегда заталкивают к этому, нелепый ответ, почему мы, почему вообще ходим в общину, ну зачем община нужна, но вот то, что он спросил, следующее, побуждало меня к размышлению, я задумался, так как не мог ему просто ответить и объяснить вопрос, почему люди идут к вам, зачем они приходят к вам в мессианскую общину, ответ на этот вопрос весьма сложный, но вообще-то мы знаем с вами, ответ очень простой, да, почему мы приходим, но объяснить это незнакомому человеку, который ни разу не был в общине, весьма сложно, вы понимаете о чем я говорю, да, мы здесь чтобы благовествовать падшему миру благую весть, сказать людям, что есть выход в их ситуациях, в их состоянии греховного, может быть, непримиренного с Богом, что есть выход, мы здесь находимся и понимаем, что люди приходят к Богу, потому что из безысходности, и все же, как объяснить, почему люди приходят в общину, некоторые приходят, потому что возможно с кем-то познакомиться, некоторые приходят, потому что у нас еврейская музыка, танцы, некоторые приходят с надеждой, ну, как бы, сказать, финансовые вопросы какие-то, может быть, решить, некоторые приходят, потому что понимают, что в их церквях их недопонимают, не желают их понимать и приходят к нам, некоторые думают, что очень модно сегодня быть в еврейско-миссианской общине, все христиане об этом говорят, ну, как-то, модно, да, таким-то, таким еврейским пафосом, кипу одеть, их потанцевать, не каким-то боком быть евреем, некоторые приходят, потому что есть особенное, особенное еврейское помазание, некоторые приходят, потому что у них нет уже другой интернативы, знаете, почему? Мама сказала, надо идти, куда уже, если мама сказала, уже нужно идти, я говорю к нашим подросткам, у них интернативы никакой больше нету, поэтому они приходят, потому что им сказали, в сущности, я на самом деле очень рад, что вы пришли, независимо от вашей причины посещения общины, ну, как бы сказать, независимо от причины, почему вы пришли к нам, я хочу сказать, что я рад, я рад, что вы пришли, я рад, что мы можем здесь стыдиться, ведь вы могли пойти на привоз сегодня утром, правда? Вы могли бы пойти на стараконку, да, где тысячу мелочей, которые никому не нужны, но вам это нужно, конечно же, могли бы просто лечь у телевизора, большого или малого, нет разницы, и проваляться всю субботу, потому что просто до смерти устал на работе, но все же в этом утро может быть такое зябкое, почему вы тут? Утро шикарно! Паша сказал, утро шикарно, потому он здесь. Почему приехали сюда? Некоторые приезжают со всех других краев нашего города, другого района. Некоторые живут, люди за городом, и приезжают сюда, и мой вопрос, почему мы здесь? Я хочу сказать, как начиналась община. Все начиналось не для того, чтобы развлекать людей хорошим шаббатом, песнями, танцами, общинами. Все началось в далекой стране. у экрана телевизора. Я вам расскажу нашу историю, откуда все началось. Когда мы смотрели программу Джанетта Берниса, который показывал, что происходило в Москве, в Санкт-Петербурге, когда тысячи евреев выходили вперед на покаяние, которые шли со слезами и приглашали Ишуа личным спасителем. Это коснулось не только меня. Когда я пришел и видел Татьяну, которая закончила золотой медалью колледж, имея предложение от больших компаний быть дизайнером, сидела у телевизора со слезами и говорила, это мой народ, я хочу быть там. Когда я вспоминал о том, что я, будучи подростком, мечтал благовествовать людям, и я понял, что это был призыв от Бога приехать в бывший СССР. Я понял вместе с Татьяной, что это наш путь приехать в Украину, в Одессу. Почему мы приехали? Зачем все это нам надо было? Делать было нечего? Хочу сказать, что мы можем ошибаться, но знаете, мы хорошо устроились. Мы хорошо устроились в Америке. Ехали в Израиль, очутились в Америке. Мы хорошо все устроили. Почему мы приехали начинать еврейский мессианский институт? Зачем нам нужно было начинать общину, еврейско-мессианскую общину Орхомашех? Я скажу вам, зачем мы не приехали? Мы не приехали за славой. Не за тем, чтобы сделать уникальное модное движение на Украине. Мы не приехали, чтобы успешно жить и всем доказать, что мы классно провели время. Мы не приехали, чтобы потом хвастаться своими успехами. Мы не приехали, чтобы финансово процветать. Все это мы имели в Америке. Крутые машины, крутые бизнес, имели хорошую церковь или общину, в которой мы чувствовали себя как дома. У нас было свое служение, мы всем были довольны, мы искали уже дом, наши дети подрастали, но Бог постучался в наше сердце, чтобы оставить свою мечту. Мы имели американскую мечту, все то, что может быть люди мечтали, мы все это имели. И последовать за неизвестным, за неожиданными поворотами, которые происходили уже в течение 20 лет здесь, в Украине. Местописание, которое вдохновляло нас и вдохновляет до сегодняшнего дня, Эфесянам 3 глава, 14 стиха буду читать, для сего преклоняю колени мои перед отцом Господа нашего Мессии, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Мессии в сердца ваши, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Мессии, дабы нам исполнить со всею полнотой Божью. Этот стих следующий. А тому, кто действующий в вас, силы может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или чем помышляем. Этот отрывок всегда вдохновил меня и Татьяну. То, кто действует в вас, силы может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или чем помышляем. И переехав в это здание, я ожидаю перемен. Я ожидаю перемен от себя, я ожидаю новых горизонтов, роста общины, достижений. Я в ожидании содружества каждого человека с каждым служением. это год, не только год переезда, это год реформации нашего понимания. Кто мы, где мы, что мы должны делать, почему туда ходим. Почему? Почему? Потому что Он сделал несравненно больше всего, чем мы просим или думаем. и я уверен в Боге, который сделает больше, чем мы ожидаем, чем что мы думаем. Понятно, если мы, вы еврей, вы можете сказать, правильно, я хожу в общину, потому что я хожу в еврейскую мессианскую общину. Но если вы не евреи, вас спрашивают, почему вы туда ходите? Почему в еврейскую мессианскую общину? Почему не в простую церковь пойти, как нормальные все люди? Что вам это надо? Зачем это нужно? Когда вас спрашивают, что там такого делают? Почему идут, вы идете к святокам, да? Что у них там делают? Что вам мажут там на язык? Что вы там находитесь? Может быть, вы хотите быть евреем, но прочитайте книгу, это не сделает вас евреем. Есть такая книга, быть евреем. Вы должны в нем родиться. Но когда вас спрашивают, почему туда и ходите, что мы говорим? Что мы говорим? Могу ли я вам с вами просто общаться, да? Так вот, без всякого религиозного пафоса, какие-то идейки, какие-то лозунги христианских. Хочу вам рассказать одну историю. История слепого Вартемея, да, или как? Марка, 10-я глава, 46-й стих. Приходя в Ерехон, когда выходил из Ерехона с учениками множества народа, Вартемей с Сентемеев слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что Ешу Назарей, он начал кричать и говорить, Ешу сын Давидов, помилуй меня. Эту историю все знают. На эту историю сложили множество песен, театральных постановок, даже мюзиклы делали на эту тему. Вопрос у меня совсем по-другому стоит. Не о слепом Мартемее, а о том, что там происходило. Весьма нормально для человека, который слепой, использовать другие инструменты своего тела, чтобы привлечь внимание Мессии. Или нет? Мы должны иногда делать все, на что мы не способны, но использовать другие инструменты в нашей жизни, чтобы изменить свое существование. Он услышал о том, о ком много говорили. Он услышал о том, кто поднимал хромых, открывал уши глухим, и тот, кто может открыть ему глаза. Он услышал, что этот человек, этот Мессия, эта личность проходит мимо. он не стал дожидаться, что Ешуа получит некое откровение свыше о бедном в Артемее. Послушайте внимательно, может быть, кто-то получит откровение. Он не стал сидеть дальше у дороги или же у какого-то дерева, молясь Богу и говорит ему, Боже, ты скажи сыну твоему, чтобы он обратился направо и пришел ко мне и исцелил. Многие так делают. Ишуа ишел своей дорогой к цели, которая у него была. В Артемей не сидел до откровения или молясь к Богу, который может сказать Иисусу Ишуа, что он пришел и сделал исцеление. Он не стал, как многие из нас сидеть в синагоге, дожидаясь чуда. Он решил привлечь это чудо своими делами, своей хуцпой, своим неотступным нравом. Когда мы начинали общину, мы проводили много времени на улице, в молитве, в домашних группах, мы помогали людям, и постепенно, постепенно, потихоньку люди начали приходить, начали общаться. Приходили не только люди, которые были неверующие, они принимали еще личным спасителем, но приходили также те, которые уже были, будучи верующими, и знаете, им нравилось, что происходило, и каждый раз, когда уже грамотные люди, христиане приходили с еврейским откровением, желанием помочь еврейскому любить и поддерживать еврейский народ, они всегда приносили какой-то еще, знаете, такой свой цимис, мы называем такой, чтобы какую-то программку такую, а вот если сделать еще изучение еврита, а вот если еще арамейский, или же еще французский, английский, или библейский какие-то языки, а вот изучение Библии таким способом, таким способом, а если бы сделать что-то такое, там, прославление каким-то таким образом, другим, знаете, и мы поначалу, ну, как бы так, мы соглашались, мы соглашались, мы соглашались на программы, мы делали какие-то программы для того, чтобы эти люди чувствовали себя удобно, чтобы они двигались вместе с нами, и в конце мы понимали, что потратив столько времени, столько энергии, мы просто пытались этим людям помочь как бы в исполнении их личных желаний, и через время эти люди просто уходили от ответственности, ну, вот, вы же начали, продолжайте. У нас была такая одна сестра, которая увлеклась помощью бездомным, и, ну, как община, должна работать с бездомными, мы сказали, ну, как-то мы еще, как бы, к этому не приспособились, мы вам поможем, мы будем делать, и она там нашла одного бездомного, поселила его в какой-то там больнице, в какой-то подвале и все остальное, благовестовала, носилась, мы давали там одежду, что-то еще, и потом через три месяца она приходит, все, теперь он ваш, я говорю, что мне с ним делать? Вы понимаете, о чем я говорю? Нет? Я понимаю, что некоторые люди, они хотят много делать и желают что-то сделать, но им нужно помочь, направить свой путь. Я хочу говорить то, что мы не существуем для того, чтобы развлекать людей. Община Архамаших не существует, чтобы просто проводить шабаты, развлечься, какие-то программки еврейские, чтобы всем было хорошо. Может быть и нужно, но я хочу сказать, что у нас есть желание, чтобы люди принимали Мессию личным спасителем, чтобы это была встреча с Богом, который меняет судьбу людей, от которого не уйти, от которого ты веришь и знаешь, что Он твой стержень. Мы хотим, чтобы, как в Артемеи, сделать важные решения с целями, чтобы мы сами осуществляли желание привлекать внимание других людей. Не чтобы другие привлекали для вас внимание, а чтобы мы, как верующие люди, могли привлекать внимание людей и изменять их. Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать, сын Давида, помилуй меня. Это возможно, это возможно сделать только, когда ты имеешь в себе цели. если ты хочешь получить от Бога то, что ты желаешь получить, что тебе необходимо. И будут всегда люди, которые, как пожарники, будут тушить вашу идею. Всегда будут люди, которые будут закрывать вам рот на то, что вы хотите сделать. Один пример. Если вы хотите служить людям, которые бездомные, служите, кричите, говорите, и Бог будет менять их. Да, всегда будут люди, которые рядышком будут возле вас и будут говорить, а ты точно понимаешь, что это от Бога. Или же потом будут такие люди, которые говорят, а ну ты подумай, мне Господь не говорит, чтобы ты дальше это делал. В Артемии хотел изменить. Ему закрывали рот. Всегда, говорю вам, всегда будут те, которые неудобны ваши перемены. Всегда будут люди, которые будут как-то направлять в не то русло вас. Я не говорю о тех желаниях, которые, знаете, противоречат Писанию. Я говорю о том, что, знаете, нам нужно иметь желание и ходить в домашнюю группу. Если у вас есть желание, стремление, чтобы в домашней группе люди не просто приходили, а они возрастали, давать им наставление, поднимать их, это от Бога. Я верю, что это от Бога. Нам хочется, чтобы помогать в рецепт, в репцентре, либо посещать больных, либо пойти с программы к детям, работать с женщинами, подростками. Всегда будут на вашем пути люди, которые будут подсказывать простые вещи. Подумай, нужно ли, стоит ли. А ты у Бога спросил? Да, есть и те, кто подстрекает людей к непослушанию или небиблейскому поведению в обществе, но это уже другая история. Ишу остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Вопрос, конечно, глупый. Хочу задать вам. О ком был заинтересован вообще Вартимей? Вообще, о ком вообще он заботился? Вартимей? Правильно ответ Иисус, Ишуа, да? Правильно ответил. Он был заинтересован в Иисусе. Но знаете, честно говоря, он заботился только о себе, как и мы. Он любил себя и хотел перемены, как и мы любим себя. Мы приходим к Ишуа, потому что мы любим себя. Мы хотим получить от него помощь или же ответы, потому что мы себя любим. Нет ничего в этом плохого. Вартиме, как и вы, заинтересованы были только в себе. Иисус, Ишуа, стал инструментом для получения желаемого. И привлечь внимание было его задачей. Услышьте, мы любим себя. Мы хотим, чтобы Бог обратил свое внимание к нам. И это наша задача, чтобы привлечь его внимание. Мы должны это сделать. Хочу заметить, что Ишуа остановился не ради одного человека. Просто. Или даже он остановился ради единственного человека. Не по причине, потому что он был слепой. Друзья, не потому, что он кричал, привлекал к себе. Может быть, новое откровение кому-то будет. Ишуа остановился, потому что этого человека пренебрегли. Этому человеку закрывали рот. И его откидывали, и просили убраться, не кричать, и его притесняли, давили, и Ишуа остановился не по причине его болезни или его голоса. Он увидел, что происходящее там, люди были не заинтересованы в помощи в Артемею. Люди были заинтересованы в личных амбициях, поближе быть к Ишуа, какие-то вещи происходили. Но Ишуа останавливается ради человека, который был пренебрегаем, отторгнут, отвергнут и унижен. Может быть, это новое откровение. Ради одного человека, не по причине, что он слепой. 50-й стих говорит, он сбросил с себя верхнюю одежду, встал, пришел к Ишуа. Вы знаете, что делает Вартемей? Вартемей использует свои ноги и свой голос для того, чтобы получить свои глаза. Странно звучит, правда? Многие люди, чтобы получить глаза, знают, что может ходить, знают, что может кричать, но сидят и ждут. Человек, чтобы получить то, в чем он нуждался, использовал то, что работает в его жизни. То, что делает его стремлящийся получить от Ишуа желаемое. Если мы хотим изменить то, что не действует, соответственно, Божьей воле, нам нужно использовать инструменты нашей повседневной жизни для того, чтобы получить от Ишуа то, что нам нужно для праведной жизни. использовать положительное для нашей жизни, чтобы изменить негатив отрицательное. Услышите, я не только говорю о болезни, я не говорю только о чудотворстве или каких-то вещах, я говорю, что у нашей жизни есть вещи, которые мешают нам, и мы с ними боремся, но нужно использовать те инструменты, которые помогают нам идти, и то, что положительно может победить негативное, то, что унизительное, мы можем быть другими. Бог заинтересован в нашей вере, и Бог не заинтересован в перфекционизме, никто не будет идеален, Бог не заинтересован, чтобы мы были идеальны, этот перфекционизм такой, чтобы все было с иголочки, но Бог заинтересован, когда мы в попытке пытаемся изменить свои обстоятельства, даже если это трудны. сбросил одежду, Бартимей пришел туда, где изменилась его жизнь. Он сбросил одежду и пришел. Ты не можешь стоять на месте или просто сидеть вообще никогда, вероятность чуда твоей жизни становится настолько реальной. Ты не можешь прийти и просто ожидать. когда вероятность изменения отношений в семье становится позитивным, ты не можешь бездействовать. Когда вероятность работы, карьеры становится реальной, ты не можешь просто ждать, когда Иешуа это сделает. Вартимей понимал это и он понял, что к этой мечте нужно бы идти и он пошел на встречу с Мессией. Он не ждал. Отвечая Ему Иешуа говорит, чего ты хочешь от меня? Знаете, вот я подумал, тебе пришел слепой человек. Видно слепого или нет? Или он в очках там, наверное, был, как кот Базилио. человек приходит слепой Иешуа и Мессия спрашивает вообще, что ты от меня хочешь вообще? Наверное, он Мартимей такое сделал. Ты что, тоже слепой? Что, явно понятно? Мы иногда приходим к Богу с какими-то нужными говорим, да? и Бог говорит вообще, что ты хочешь? Господи, ты что, не видишь? Проблемы в семье, здоровье, работа, ситуации. Вопрос Иешуа задает не просто так. Это вопрос он задавал другим апостолам. Например, Андрею. Когда Андрей от Иоанна увидел Иешуа, Иешуа поворачивает к нему, говорит, что ты хочешь от меня? Чего тебе надо, старче? Что тебе нужно? Марка, 10 глава, 35 стих, интересная тема. Иешуа говорит своим ученикам о смерти, о том, что он сделает, что ему придется пострадать, лечь на Голоковский крест, искупить весь мир и так далее и подобное. То есть, страсти накаляются и вдруг ученики его, хорошие парни, говорят, тогда подошли к нему сыновья, Завидееве, Яков, Иоанн и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просьбе. Он сказал, что хотите, что я сделаю вам? Еще раз, если он является мессией, если он является тем человеком, Богом на земле, который знает сердца людей, спрашивают у них вопрос. Знаете, конечно же, мы знаем историю, и говорят, ну да, разреши на сесть по праву, по левой рукой, да. Когда-нибудь вы задавали глупый вопрос? Нет? Задавали. Ну, какие-то странные вопросы. Или, можно сказать, когда-нибудь задавали неправильные вопросы? Задавали, да? Смотрите, что еще, говорит, но им сказал еще, не знаете, чего просите. То есть, вы не понимаете, о чем просите. Иногда мы просим, и мы не знаем, что мы просим, потому что у нас амбиции. Мы хотим что-то, чего мы еще не понимаем. Например, я задаю вопросы, почему? Я тут на земле, да? Кто задавал все вопросы? Почему я здесь на земле? И Иисусу просто может сказать, не знаешь, что ты просишь? Кто может сказать, почему он на земле? Ну, конечно, правильный ответ Иисус. Да. Исполнить волю. А я скажу честно, вот мы на земле по корыстной цели, чтобы достичь небес, на самом деле. Изменить свою жизнь, да? И чтобы там было немножко места для меня. Должно быть немножко места для меня, правда или нет? Мы хотим, поэтому мы делаем все. Я думаю, что когда мы задаем такие вопросы, мы не знаем, что вообще мы просим. Мы понимаем, что целью для общины является проповедь Евангелия, благовестие. Это первое то, что Иисус сказал, идите по всему миру, идите благовествуйте. Сперва Иудею, а потом Елену. Община в Хамашиах, она была как бы создана или началась по одной причине, благовестие евреям с одной целью, чтобы они пережили Бога в реальности. Не просто пришли на шаббат, не просто одели кипу, не просто сделали какие-то еврейские мансы, извините, а чтобы пережили они Бога, который умер за них. Чтобы никто не погиб, но познали Бога. Мессия пришел к погибающему этого миру. Не к здоровым, но к больным. Мы понимаем, это миссия для нас, чтобы мы хотели идти к тем, кто погибающий овцы Дома Израилева и ко всем, кого не призовет нас Господь. Никто никогда не сможет забрать это положение, чтобы благовествовать. Цели и пути их благовествия, они бывают разные, но наша цель показать людям Бога, любить Бога, знать Его, любить общину. Знаете, когда я думал, как вообще привлечь людей, что сказать людям, чтобы они пришли в общину? Чаще всего, ну, даже не знаю, может быть, какой-то такой модерный слоган, современный какой-то слоган, ну, например, встреча с реальным Богом и силой Божьей. Правильно? Можно сказать так? Приходи. У нас есть встреча с Богом. Реальное переживание Его силы. Приходи. Я думаю, вот я сказал бы своему врачу, у нас встреча с Богом. И, наверное, спросил бы, а Он что, только у вас? Там реальная сила Божья, а что, она только у вас прячется? Разве больше и нигде нельзя ее пережить? Нельзя в другом месте найти Бога? Если Бог везде, что там только у вас найти? Знаете, я думал, звучит глупо, правильно? Вот как позвать людей? Конечно же, можно сказать, люди должны прийти в общину, чтобы получить вдохновение в библейской истины или дерзновение новозаветной общины или должны вернуться к корням христианской веры, которая спрятана в еврейское исповедание или они должны прийти и пережить богословение еврейского народа или еврейского помазания. Что я должен сказать людям, чтобы они пришли в Дом Божий? Что мы говорим людям, когда мы встречаемся и мы говорим, кто мы и что мы? Зачем? Я понимаю, что мотивация, конечно, не та. Еврейская мессианская община. И что? Больше будет Бога? Знаете, Михаил Давидович меня научил одной вещи. Он, хотя и еврей, он пастор, был в большой церкви за границей, и всегда мы говорили, ну папа, ну ведь еврейские корни. И он говорит, и что они мне дают? Я как-то ближе буду к Ешу, а к Богу на одну встать? Да? Он говорит, я хочу, чтобы независимо от национальности, люди, которые приходят в общину, принимали живого Бога, который меняет жизни людей, Бога, который дает вечность. Я хочу сказать, что нам слепой Вартимей дает выход или ответ на то, что мы должны сделать. Когда вас спросят, почему вы ходите в общину, в еврейскую мессианскую общину, почему вообще ходите в любую общину, может быть у нас гости, вы приходите в другую церковь или общину, зачем вы туда ходите? Вартимей имел ответ. И что я спрашиваю, что ты хочешь? И он говорит, видеть. Хочу видеть. Если вы меня спросите, что я хочу для общины Свет Мессии, я хочу, чтобы вы видели Бога, который может делать через вас очень много. я хочу, чтобы Бог через вас мог делать многое, чтобы вы видели, что Бог может делать через вас. Вартимей, получив просимое, не сел обратно, не сел обратно возле пальмы, кустарника и сказал, о, получил. Многие верующие так просил и получил, а теперь хорошо в доме твоем отец, сел я на скобеечку и уснул, хоть другие работают. Вартимей увидел лицо Мессии. И написано, что Ишуа сказал, ну иди, вера твоя спасла тебя. И он в тот час прозрел и пошел за Ишуа по дороге. Он не сидел, он двигался вперед, и Бог, он никогда на месте не останавливается, он ведет свой народ вперед к целям. И если мы, как верующие люди, остановились, сели, удовлетворились тем, что Бог сделал в нашей жизни, и ничем не занимаемся, ничто нас не влечет, мы погибели, мы останемся сухими, и ничего в жизни это не произведем. Орхомашиах это община, дом для евреев и неевреев. Примеряя отношения с Богом, мы становимся братьями друг к другу, помогая идти дорогой с Ишуа Мессией. Мы тут, чтобы видеть, что Бог делает через нас, и мы не собираемся для развлечения, для провождения хорошего времени. Мы здесь, чтобы видеть Бога превознесенного. Если вас просят, что вы там делаете, вы сказали, придите, посмотрите, что Бог может сделать для вас. Что Он будет делать для вас. Это наш дом, и мы его будем созидать, и я вас приглашаю, дорогие, я вас приглашаю участвовать в этом строительстве, не только морально, не только моральную поддержку, друзья, не только моральную поддержку, нам нужна физическая поддержка ваша. Во всем, то, что в этом доме делается, в домашних группах, детском служении, это в женском служении, мы говорим о библейской школе, здесь есть все служения, которые могут привлечь каждого из вас, и вы можете больше того сказать, в вашем служении, в том, что вы делаете, вы увидите, что Бог может делать для вас. И более того, когда мы приглашаем людей, когда мы свидетельствуем, мы имеем одно послание, Ишуа, Бог, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Почему мы ходим в общину? Мы не просто еврейско-мессианская община, мы не община, как мы можем говорить, первоапостольская община, мы возвращаемся к корням апостолов, как бы это было изначально, мы хотим как бы исправить все то, что сейчас наворотили. Абсолютно. Мы все равно другая община, мы не апостольская община, мы никогда ей не будем по времени. Мы люди, которые любим Бога. Мы должны сказать, посмотри, что Бог делает для тебя. Приди, посмотри, переживи с нами, узнай, что Бог может сделать для тебя. И если Бог коснулся, Он изменит. Бог, который изменил нас в этой общине, мы знаем его присутствие, мы пережили его присутствие. здесь в этой общине происходит молитва, пост, домашние группы, ночные молитвы, библейская школа, прославление, детское служение, посещение, помощь нуждающимся, работа с зависимостью, женское, мужское служение, медиа, ресурсы, все, что мы можем сделать там, где Бог прославится, через нас, где Господь проявляется, чтобы в любой сфере деятельности общины неверующие люди могли бы видеть Бога, который меняет нас. Даже когда люди приходят первый раз приводят детей в собрание, там где дети наши, чтобы они сказали, посмотри, что Бог сделал через наших детей, что Бог сделал в наших детях, посмотри, что Бог сделал с тем наркоманом, с тем пьяницей, посмотри, что Бог сделал с ним, чтобы людей это привлекало, чтобы в любой сфере деятельности нашей общины мы видели Бога сильного. Я хочу несколько историй вам рассказать. Однажды на одном из молитв, когда мы только-только начали собрание, 14 лет назад, нас было немного, около 14-15 человек, к нам на собрание под железной дверью до Молдаванки пришла одна пара, просто убитые жизнью, с прошлым не очень хорошим пара, он полностью, знаете, такого цвета, как тыква, рыжего такого цвета, она съершижная такая, на всех подозрительно смотрит, у нас идет молитва, прославление, они забили здесь вот угол дальний, стояли там, потому что им сказали прийти к нам, кто-то посоветовал из милиции прийти к нам, в один момент, в котором во время поклонения молитвы, Господь поговорил ко мне, говорит, Бог сейчас исцеляет печень, реально, печень будет исцелена, после собрания молодой человек приходит ко мне, ты знаешь, что-то случилось со мной, не знаю, что произошло, это не произошло, явно не было видно, через некоторое время приходит его мама и говорит, вы знаете, Бог исцелил печень моего сына мгновенно, вот один, вот мама, Боря, Лина, Алена, Нина Степановна, Наталья Яковлевна, это люди, которые первые, которые приняли нас, жизни которых изменились на ум, история человека, которая невероятная, цыгане продали его квартиру три раза, шесть уже, кто больше, пришел к нам вообще как бы, мы все, что могли делать, молиться, друзья, мы могли только молиться, мы не могли чего сделать, Бог дал человеку контакты, наши люди, верующие люди, Бог вернул ему квартиру, которая была продана шесть раз, изменились, Ира, которая умирала, приходили в центр, и сказали, просто забирайте, все, дети, готовьте гроб, восемь лет назад, восемь лет назад, где Таня Тулько, ее хоронили в молитве, послушайте, жизнь общин, это не просто танцы, кипа, классный шаббат, это что-то должно быть больше, если мы будем сидеть, ждать просто, что кто-то получит откровение, или молиться, Боже, скажи тому пастору, чтобы он позвонил и дал хотя бы какое-то слово, помолиться, Ишуа и шел своей дорогой, Вартьмей сделал то, что он должен был сделать, чтобы получить, несмотря на свое увечье, на свой минус, а у каждого из нас есть свой минус, у каждого из нас есть свой минус, у Паши есть свой минус, у Иры, у Олега, у Саши, и у каждого из нас есть свои минусы, на которые мы можем сказать, ну, я не способен, не могу. Но у нас есть плюсы. Как у Артемея был голос, ему говорит, откройся. А он говорит, еще больше стал кричать. Его унижали, пихали, не высовывайся. А он еще больше. Он использовал голос, использовал ноги, чтобы достичь своей цели. Община в хамашиах не для развлечения, но чтобы достичь своих целей, которые Бог нам дал. Спасение, в первую очередь, еврейского народа. Скажите, что евреям нужно спасение? Каждому на этой земле нужно спасение. И мы, как верующие люди, совершаем свою чуву, свое покаяние. Мы совершаем ее. Чува – это не один раз. Это совершение жизненного пути. Мы можем многое изменить в этом мире. А самое главное, можем увидеть, что этот город изменится. Самое главное, мы увидим, что люди, которые будут приходить, они не будут приходить, потому что Кипа, еврейская мессианская община, там праздники у нас, хороший, классный у нас будет Песох с ягненками, мацей, со всеми делами, столы и все остальное. И что, говорит, все это сделаем, да? Павел говорит, все сделаем, если Бог позволит, все сделаем. Но если мы будем только делать что-то, и у нас не будет силы сказать людям, почему мы приходим в общину, ответить им, дать ответ человеку, который абсолютно нам не родственник. Поэтому я назвал вопрос незнакомца. Что вы отвечаете людям, которые спрашивают вас, почему вы ходите в общину? Почему вы ходите в церковь? В социальный клуб? Какие-то нужды ваши там меняются? Мы с вами призваны для другого. Мы должны сказать, что это время для нас сейчас. И то, что мы пережили когда-то однажды для самих себя. Хочу сказать, что пришло время, чтобы сказать об этом людям. И то, что мы получили для себя, мы не можем закрыть и сказать, это мое, я сижу и получил, это классно. Приходит время сказать, приди, посмотри, что Бог сделает для тебя. И когда ты получишь то, что Бог сделал для тебя, обязательно следующий вариант будет. что Бог может сделать через меня. Через меня. Через наши молитвы, через наше постоянство, наше благовестие, нашу измененную жизнь. Что Бог может сделать через меня. я хотел, чтобы мы сейчас стали на ноги. Я надеюсь, что посмотря на свою жизнь, мы в первую очередь скажем спасибо Богу за эту возможность. За возможность быть другими. За возможность быть частью общины, которая хочет и желает пережить Бога. для этого у нас и все инструменты. Даже когда мы хромаем на одну ногу, можно упереться, здесь взять какой-то костыль и прийти сюда. Или где-то на один глаз мы страдаем, нужно поставить еще очки, видеть больше видения, и все это идти, делать. Царство Небесное, оно в вас. И расширить его не пастырем должен. Вы слышите, нет? Я делаю то, что я делаю. Помогаю каждому из вас по милости Божией что-то сделать еще один шаг. Вы внутри знаете, что нужно делать. Но я хочу, чтобы вы пошли, сделали. Это наше время. Продолжение следует...